Привет всем! С вами Ваша Силва Батовна, Серебряная бабочка. Сегодня у меня будет репортаж об ароматах Пьера Буртона. Как я к этому пришла? Когда я делала видео про Диоры, конечно же я показала сладкую жизнь, толчевита. И мне почему-то на один момент причудилось, что она очень похожа на феминида Буа. И я захотела это сравнить, и я прям предчувствовала, что это один автор. И действительно это Пьер Буртон. Что же он создал вообще? Он создал очень много. А что у меня есть? У меня нет конкретно Cool Water, но у меня есть Давидов Wave. То есть он работал в разных направлениях. И про этот аромат я тоже делала обзор. Но у меня есть еще один парфюм, который как бы не совпадает с его авторством, но он работал на эту компанию. И эту компанию я прекрасно знаю. Это Luciano Soprani. И там в Афрагрантике сказано, что это Ди, Luciano Soprani, Де, 2007 года. А у меня Luciano Soprani, Донна. То есть это из этого, по-моему, из такого же примерно срока действия, 2006-2007. И я просто обожаю этот аромат, этот верх сексуальности. Это какая-то вот оперная дива. Ну, здесь написано Донна. Для меня так. Уж я не знаю, кто создал эту Донну, но мне кажется, это может создать тоже Пьер Бурдон. Мы к этому еще вернемся. Просто хотелось сказать, что он работает как на французские компании, так и на итальянские. И иногда итальянские духи настолько самобытны, они могут переплюнуть вот именно в этой самобытности французские духи. Поэтому я всегда гоняюсь за вот этими самобытными итальянскими духами. Еще про один перфюм хочется сказать. Это эскада, которую создал как раз-таки сам Пьер Бурдон. И мне хочется нанести... Когда он продавался, я не покупала. Потом я купила на как бы скидочной... Ой, какой кайф! Это и малина, и смородина, и магнетизм в одном флаконе. Я не представляю, как можно обойти стороной вот такие вот парфюмы. Вот в этом парфюме тоже уже запечатана та эра, начало 2000-х, которая тоже уходит. Сейчас даже вот эти смородины и все окажутся намного более химичные, чем вот такие вот реалистичные, как в магнетизме. Так что спасибо Пьеру Бурдону. Немного о нем. Я еще нашла информацию. Мне кажется, вам будет интересно о нем узнать побольше. Пьер Бурдон, парфюмер, Франция. Бурдон закончил институт специальности политология, но не стал заниматься этой профессией, а в 1971 году отправился получать образование в ГРАС, школу Бетрана Дюпона. Его учителем стал Эдмонд Рудницко, который научил Пьера методом создания композиций. От него парфюмер перенял философию, согласно которой парфюм является настоящим произведением искусства. Это вот не как сейчас химическая промышленность, а именно тайная загадка, то, что я ценю из прошлого. Пьер Бурдон начал работать в РУР в Париже и стал одним из ярких членов команды. Этого парфюмера называют одним из самых инновационных и эклектичных. Так в его работах гармонично сочетаются свежие идеи, современность и качество. Вот именно. То есть современность и качество, вот этот магнетизм, он вполне современный даже сейчас. 20-21, да? А когда он создан в начале 2000-х, так это вообще было вау. Пьер Бурдон был одним из основателей компании «Токосаго Европа». В середине 90-х он работал в компании «Квест», затем директором парижского офиса «Креатив Ресурсис». В парфюмерии Пьер Бурдон пришел не случайно. Его отец работал помощником директора в парфюмерном доме «Кристиан Диор». Видите, все связано. Только вчера я говорила про «Кристиан Диор». То есть это такая ниша, туда не пробьешься, скорее всего. Это, наверное, очень элитная профессия. После которой юноша не мог больше думать о политологии и мечтал посвятить себя созданию ароматов. Пьер не просто выучился на парфюмера, а стал настоящим художником. Вот это правда. Который воплощает в творчестве свою любовь, используя простые, но точные формулы. Ему хочется, чтобы его работы помогали кунуться в воспоминания. Вот это же мое-мое воспоминания. И давали возможность перенестись в другое место. Ну, прям в точку. Настоящие парфюмы могут с этим справиться ввиду химичности. Они могут быть красивые, но почему-то не зацепляются в мозгу. Вот именно вот в этих извилинах, которые как машина времени, как компьютер приносят нас в прошлое. Кроме парфюмерии, Пьер очень любит литературу. Изначально ему хотелось изучать эту дисциплину в университете. Но отец был против. Представляете, папа сказал. И, может быть, он был прав. Если бы не был папа так строг, мы бы не узнали столько шедевров. Увлечение ароматами началось, когда он прочел Марселя Пруста в поисках утраченного времени. Другими любимыми авторами являются Байзак и Томас Манн. Вот так. Вот так вот, вуаля. А все вот это вот меня инспирировало просто то, что я хотела. Я хотела вместе с вами попробовать сравнить Пьера Бурдона Долчевита и мою любимую Феминиду Буа. Красотку из красоток. Я называла бы ее красоткой парфюмерии. С чего бы начать? С веселого или с грустного? Наверное, все-таки начну с веселого. Я нанесу на руку. Это яркость такая, знаете, даже немного у меня передалось вот это вот время, когда дарили всем вот эти вот, ну, как бы не всем, но всем, кто заслужил эти парфюмы. И потом женщины хвастались друг с дружкой, и я помню вот это чувство, вот этот пшик, это шампанское, это сладость, и в то же время коричность, и в то же время какая-то вот загадка такая веселая. веселая, то есть женщина-хохотушка. А здесь у нас... А здесь тайная загадка. Такая вот очень какая-то вдумчивая, печальная женщина. Она много видела, она много знает. Made in France, you say it all. Made in Japan. А, все понятно. То есть это французское и японское. То есть я всегда забываю, что вот этот сэшнок фемини де Боа, в дом. Здесь есть даже немножко какая-то такая знахарская или аптечная такая нота. Как будто действительно какое-то зелье, приворота, что-то в этом духе. Это просто прелесть. Я могу надышаться. А сколько лет этому парфюму? Это же до сих пор классика. И все хотят ее иметь. Ну, хотя бы как референс. Как вот, чтобы было. Чтобы было. Вот. Кому я отдам предпочтение? В носке и в жизни. В носке, вы знаете, в носке оба аромата очень хороши. А в жизни, то есть понюхать, помечтать, я все-таки отдам предпочтение фемини де Боа. Ничего не могу с этим поделать. Это какой-то рай. Может быть, для кого-то это будет ничего. Вот если современные носы, вот молодежь, да, они начали нюхать парфюмы уже на другой градации. На градации сахарной ваты и дальше. И сейчас они уже опускаются туда ниже в помощь к кориандру, в помощь к прошлому. Они наконец познают азы и они придут к этому. Но для этого нужно время и для этого нужны ресурсы. Но они оба просто парфюмерного искусства. Мне кажется, что в будущем столько много парфюмов, что мы просто потеряемся и не будем знать, где хороший парфюм, где просто химическая промышленность. То есть или Тайная Загадка, или Химзавод. Вот выбирайте одно из двух. Я выбираю все-таки Тайную Загадку и Веселую Девчонку. И говорю огромное спасибо парфюмеру Пьер Бортон и его папе, что все-таки настоял на таком шикарном проекте. То есть запустить своего сына в этот мир парфюмерии, в мир мечты. Желаю вам мечтать и чтобы ваши мечты сбывались. С вами была Силва Батафлай, Серебряная Бабочка. Пока-пока. Хочется сказать, немного добавить, что над Дольче Витто Пьер Бортон трудился не один. Он трудился наряду с парфюмером самого Дома Диора Мориса Роже. Но у Мориса Роже всего вот этих два аромата. Сам парфам, Eau de Parfum и вот этот, Дольче Витто. А Фемини Де Буа, он тоже строил на пару с Кристофом Шелдрейк. То есть, чтобы создать такое произведение искусства, наверное, все-таки нужен был компаньон, партнер, чтобы они сравнивали вот эти аккорды, ноты. И теперь я уже думаю, это я уже так посмотрела уже на вскидку, что надо отдать должное тем, кто был рядом. И если так посмотреть, Кристоф Шелдрейк тоже создал немало. Я просто вот смотрю, что из его созданий в основном многое на Сержа Лютена. Да почти все. И сколько много этих колокольчиков, вот Лютеновских дорогих. И потом идет компания Space NK. Вы знаете, я даже такое не знаю. То есть, это уже как бы более современное кино. Например, такие моменты, как Sense of Time. Я даже не знаю такую компанию, а создана композиция Star Night. О, вру! А еще есть Роша в Токодиле. Моя мечта купить его заново. Это он тоже и создал в 97-м году. Вот тебе и Кристоф Шелдрейк. В общем, получилось так. Я хотела создать про Кира Бурдона, но получилось все вместе. Так что не бессудьте. Все равно я рада. Это была маленькая приписка для того, чтобы расставить акценты. Всем всего самого-самого хорошего. С вами была Силва Баттефлай. Серебряная бабочка с такими сережками. Пока-пока.